Ой, спина! Привет, я Екатерина Кавайкет и вы на моем канале, где мы делаем уникальные размейки для звезд, блогеров и медийных лиц. Мы создаем уникальные образы, такие, в которых их никто никогда не видел. Работает целая команда профессионалов над одним таким образом. Это стилисты по волосам, стилисты по одежде, визажисты. И, конечно, вишенка на торт – это наша замечательная система замещения волос и парики, с помощью которых мы меняем наших героев до неузнаваемости. Мы новый канал, но очень стараемся. Уже было два сезона, ко мне приходили различные блогеры, звезды. Все было очень весело и позитивно. И, конечно же, я получила от вас огромное количество обратной связи. Ребят, спасибо, вы помогаете стать лучше. Конечно, мы сейчас щупаем формат, смотрим. Ведь основная фишка моего канала – это именно размейки, именно преображение. Хочется показать вам героев в новом качестве, в новом имидже, в таком, в котором их никто никогда не видел. И интервью – это сопутствующий момент. Поэтому спасибо вам огромное за обратную связь. Сейчас мы снимаем третий сезон. Мы немного отредактировали формат. И, конечно же, поработали над звуком. Звук больше не будет. Сегодня у меня в гостях Саша в списке. Саша, привет! Я очень рада, что ты добрался до нас. Хоть были разные препятствия. Саша – известный молодой блогер. У него в Инстаграме почти 400 тысяч подписчиков. В ТикТоке целых 900 тысяч подписчиков. Я так понимаю, что это только начало, да? Ну, еще подкрутим. И нормяк. Такая это хоть настоящая? Или нет, признавайся. Надеюсь. Сколько процентов настоящего? Все стоят. Саша, ну, сегодня мы тебе сделали такой натуральный образ. Ты в своем Инстаграме и ТикТоке предстаешь такой легкомысленно, дерзкой, немного трансушестого вида девушкой. А мы тебе сделали вот такой вот бодипозитивчик, брюнеточку, такой макияжик легкий. Как тебе образ? У нас рабочий, я бы так сказал. Такой легенький. Можно на собрание сходить детское. Детский садик. И, конечно, на работу. Так вот, как такая прийти, как тварь. Так, за работу вся такая милая. Саша все время отшучивается и не поймешь, на самом деле, что он думает. Ну, так вот, серьезно. Тебе комфортно, нравится, нравится. Ну, да, я так вышел на улицу сигарчушку покурить такая. Ну, судя по тому, как часто ты трогаешь свои волосы, что тебе прям очень нравится ощущать их длину, да? Такая никимиджаш. Знаешь, такая. Ребят, ну, я хочу сказать, что я столкнулась с некоторыми сложностями, потому что Саша на самом деле очень закрытый человек. То есть я пыталась и вот так вот, и вот сяк вот. И у Саши есть такая масочка, это шутки, прибаутки, такой вот образ. На самом деле очень тяжело человека раскрыть было. Потому что я ведьма. И, может быть, даже, вот посудите сами, я буду ждать ваши комментарии, удалось ли мне хоть немножечко раскрыть этого чудесного блогера, показать его характер, показать хоть в каких-то моментах его, скажем так, сущность, внутреннюю личность, показать его таким, какой он есть. Начинаем размейк? Привет! 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 Как добрались? Отлично. Сначала на микро, потом на такси. Конечно, ее задержали, б***ь, полиция, что не платила билетики в автобусе. Это я не знаю, но я знаю, что ты чуть не опоздал на самолет. Да. Мы все тут переверничали, расскажи, это правда? Да, потому что я... Поспать? Нет, я просто шмонь как луж и все в последний момент делаю. Я ведь весы, вот. Там, короче, я так сейчас говорю, б***ь, гони быстрее, сука. Он говорит, 100 рублей нужно еще было доплатить, но я его на еб***ь так обычно. Вот. И мы доехали, он мне все отвез, там 5 минут до конца регистрации, и слава богу было место F, но окошко поспать. Господи. Сколько лететь? Полтора часа вроде. Ну, супер, что ты доехал, потому что, честно говоря, мы тут до последнего все сидели и не знали, чем это все закончится. А еще мне передали по секрету, что ты меня боишься. Я всех боюсь сначала. Серьезно? А почему? Потому что я весы. Тебя сначала милая, потом м***ю. Пойдемте, да, делать размей. Пойдем. Пойдемте. Пойдемте, сшиварим Сару. Покажу вам, где Калайкет, центр вселенной. Пойдем. Смотри, я думала, что-то вот такое вот нюдовое. Хорошая. Бодипозитив. Губки такие вот. Глазки можно стрелочки выделить, чтобы поярче было. Можно. И сисечки, чтобы такие. Пособираем, я думаю, что получится. Стрелки, кстати, вот такие можно. Да, покажи. Пока такие. Ой, покажи. Ну-ка, покажи, пусть все видят. Ну, тут они такие, знаешь, графика. Какой, александринит такие. Я думаю, что стрелочки мы сделаем. Сейчас с Анжеликой обсудим немножечко другие. Это вообще что это такое? Где это ты? Это мой день рождения. Сколько тебе здесь? 18. Мы с кортом занимаемся. Ну, это понятно, другой разговор. Ну, я бы так годиков бы 30 дала бы. Реально, сиски такие, конечно. Заходи такая. Селись, что-то нам наподбирала. Это вот смотри, мне кажется, прям можно в поле ромашки собирать. Как тебе? Мне кажется, можно на трассу так юбочку приподнять. И все сразу. То есть от трассы до трассы, от трассы до трассы. Да, деньги, основной доход только оттуда. Честным путем. Можно и на веб-камчик. Ну, что тебе тут вот скажи, что-нибудь приглянулось? Смотри, свитшотик милый. Мне кажется, по цветам прям хорошо кружим голосом. К ведьминским. Но вот к ведьминским нет. Вот если вот оставить вот цвет волос, то этот вариант, мне кажется... Вот можно на веб-камчик. Типа такая посидеть, и все на гитаре... Ты работала в этой сфере? Ну, пока нет, но все знакомые. Говорят, что хороший заработок. Что надо, да? Да. Ну, я пока что, знаете, не буду принижаться, но это пока что верх для меня, Лисе. А вот кожа, латекс. Это вообще бомба. Бомба? Машины протирать. Ну, вот так тебе стоят. Клепочки так еще. Сись. Я вот не пойму, это грудь или это плечи? Как ты думаешь? Видишь, ты в грудь так вставила. Маленькая какая-то, и форма мне не очень. Ну, еще носки насуем, три штучки. Ну, это прям как раньше, слушай, носки, резиночки для волос. Сейчас вроде уже прогресс-то шагнул, можно и грудь прикупить. Да. Или вживить. Или по бартеру. Сделала и поехала. Не так хорошая вся такая. От Ольги. Сейчас мы тебя переоденем, и как раз увидим все достоинства твоей фигуры. Немножко процесса, как у нас проходят съемки. Саре-то нужно еще побольше, мне кажется. Я не хочу больше. Конечно, врет. Мне нужно ее разжизить. Разжизить? Разжизить. У мальчиков она такая плоская. Это все прилично, один раз живем. Ты мне сегодня ночью просто уже в Москве ездишь вообще. Сара вообще хами какую-куда за... Расскажи, Сар, как Саша в быту? Весело с ним? Да, с ним весело. Я мыла ежиком, говорит, давай его в току. Я говорю, давай сожрем, я просто есть хотела. Покажи, какие у тебя сегодня ногти. Вау, сегодня беленькие. У меня вот такие вот. О, с Мерседесом. Вау. Палец не буду. У меня сейчас на десне светится. О, мне вот с глазом просто отпад всего. Круто. У ведущей самые густые волосы в салоне KawaiiCat. Сегодня Таня мне подготовила вот такую вот... Это кто у нас? Тимошенко? Да. Такое вот лукошко. Поможешь надеть? Я никогда не парюсь с фиксацией своих волос, потому что, в принципе, особо нечего фиксировать. Самое главное, чтобы ничего не давило, не мешало. Ой, что-то у меня там, Тань, косы куда-то нависли на брови. Сегодня у нас очень интересный гость. Гость, гостя. Красивая, эпатажная, поэтому мне надо соответствовать. Я решила вот, что мне нужны коситься сегодня. Еще у нас будут вот такие вот шарики. Прикольненькие. Они сделаны из материала Ева, который используется в бутафоре. Это делала моя подруга Юля Власова. Очень удобно. Если что-то нужно, можно позвонить Юле, она быстро сделает. Она тебе должна платить за рекламу. А ты думаешь, на какой бюджет все снимается? Да, да? Самое главное, обязательно каждый час упоминать Юлю Власову. Спонсор этого выпуска. На мне сейчас система из натуральных волос. Полностью ручной работы, поэтому в такой системе очень комфортно. Не давит, не жарко. То есть я могу в ней находиться целый день, если даже понадобится лечь спать. Таня, скажи, тебе удобнее работать, например, с моими волосами или с париком? Ну, вообще большой разницы в плане укладки и окрашивания нет. Но единственное, что нужно более бережно, конечно, при окрашивании относиться к парикам. Это уже ты озвучила. А в плане укладки нет, это те же самые волосы. Может быть, даже иногда и проще работать, потому что... Болванку. Болванку туда-сюда нагнул, повернул. Она не капризничает, не жалуется, что ей там горячо-холодно или тянешь волосы. Так что в целом никакой разницы я не вижу. Мне даже кажется, что на любом парике лучше волосы, чем мои. И с моими страшнее, мне кажется, работать, чем... Ну да, здесь меньше... Потянула, раз и половины нет. Но в любом случае обязательно нужно использовать термозащиту, делать уходы и бережно относиться к волосам. Неважно, на парике они или на человеке. То есть стиральные машинки лучше не стирать, да? Ну, если очень много денег и очень много париков, то можно и так... Машки просторнуть разочек. У нас просто был случай, когда клиентка постирала парик. Да, я даже его видела вживьем, и это просто боль. Это как вот прям ножом в сердце. Не надо так делать. Одна в тазике, помнишь? Да, да, да. Сутки над ним работали, белый цвет делали. Не повторяйте, пожалуйста, эти трюки. Спасибо. Мне кажется, прикольненько получилось. Да, необычный образ для тебя, особенный цвет. Сейчас предлагаю нашему герою подобрать, посмотреть, какая длина больше пойдет. У меня там запасы очень большие. Подлиннее, покороче, посветлее, потемнее. И обсудим уже укладку. Да. Ну, у нас такой натуральный образ, бодипозитив, нюдовый мейкап. То есть такая красивая девочка молодая. Отлично. Расскажи мне, как ты питаешься. Все, что есть в холодильнике, то и ем. Чем больше, тем лучше. Реально. Пицца съел минус 2000 килограмм. Просто мне показалось, что ты вот сейчас приехал, что ты похудел. Под сравнением, как я тебя видела на фото, видео. Само собой получилось, или ты все-таки как-то умерил аппетита? Каждый день ты кушал, все уходило. И главное молочком нацепить, как Ирина говорила. И все уходит реально. Далее. Ты видела, мне на этом стуле страшно сидеть? Эту историю-то. Я ее в ТикТоке увидела, когда чувак крутился на стуле, на съемках. И там что-то пошло не так. И просто штырь, он как бы через сиденье вышел и в него вошел. В попу. Ну, видимо, у него лицо было прям вообще. Думаю, его сейчас прям там госпитализируют. Очень классно. Мне понравилось. Я попробовала, если честно. Серьезно? Можно повредиться. Я бы по гире такое посоветовал бы. Профилактику для скелетика. Что в попу так все. Вот ты можешь вспомнить какие-нибудь самые стремные ситуации, которые у тебя происходили? Вот что типа этого было? Жизнь. Вот что прям покраснел, да. А, такого не было. Потому что мне вообще ни на что не стыдно. Ни за что. Ну, хорошо, тогда самое веселое что-нибудь. Самое веселое, это когда мы... Это было год назад. В этом... В Питере, в хостеле. Мы что-то веселились, прыгали. Мы начали на втором этаже. Там такие двухэтажные кровати. Начали перетягивать так, блядь, это одеяло. Я хотел забрать у Влада. Он отпустил, я с кровати ебнулся на Теслу, да прямо. И все. Мне не было больно, я поржал. Слушай, ну вот про питание. В принципе, ты планируешь как-то... Спорт? Спорт, да-да-да. Правильное питание или за бодипозитив. Вот что душе угодно. Ну вообще... Захотелось пиццы, там, 12 часов. Ну да, хочется, а чего? Тебе нельзя ничего отказывать. Малый метеорит завтра упадет мне в лицо. Что я буду делать? Не поем, блядь, даже. Ну все. Ой. Салфетку ем, блядь. В ближайшем будущем, наверное, не знаю. Надо, наверное, немножко похудеть там. Хотя и так идеально. Чего худеть? И все. Ну жир выкачиваем. И в сиськи вставим. То есть, в принципе, можно просто заработать деньжат и немножечко сделать, да, перераспределение богатства. Я сейчас так выкачусь и в попу. В попу, в грудь. Куда там еще добавляют? Везде. В губы. А, точно. А ты конфликтный человек? Ну, если кто-то тронет, конечно, да. Ну, в жизни. А в интернете никогда я не отвечаю никому. Ищу чу-лишный пиаром. Извините меня. Комментарии чистишь? Нет. Нет, прям все оставляешь? Все, что есть. Так, буквально, пусть посрутся. Правильно. Какие, помнишь, самые смешные комментарии, чтобы тебя прям зацепило? Или самые обидные? Ну, обидных. Вообще, типа, я считаю, мне от них смешно наоборот. А смешных, ну, не знаю, меня очень сложно рассмешить, поэтому там... Ну, по какому принципу ты вот выбираешь, на который ответить? Я просто смотрела твои видео? У тебя мама участвует. Мама Оля. Мама Оля. Мама Оля, привет. Спасибо за сына. Да, раз жала там 20 часов, у меня такая... Или за дочь. Вот ты себя кем вообще считаешь? Кто ты? Кто ты? Я Оно. Шмоня. Шмоня? Шмоня, Мокша, Глуша. Расскажи мне подробнее, вот, что ты вкладываешь в этот образ, собирательный, с этим именем. Шмоня? Угу. Шмоня, она какая? Такая разная, но я же еще этот, как его зовут, весы, у меня типа разные образы, вот. Поэтому типа, если шмоня, она такая может быть и злой, и доброй, может или и токсичной. Токсичность вообще рулится. В некоторых моментах, вот, как-то так. Ну смотри, вот на весы, на чаши кладем здесь мальчика, здесь девочку. Да, типа оно. Все-таки куда? Прям вот чаша равномерная или все-таки одна какая-нибудь перевесит? Мне кажется, рано или поздно какая-то одна перевесит. Но если мне мать еще разрешит, ну я, конечно, не буду ее спрашивать, ничего. Что разрешит? Не знаю, может, там сисечки сделать какие-нибудь. Мне кажется, она меня домой не пустит, блядь, кочергу, в жопу сосунет мне и все. Как у тебя мама вообще относится ко всем твоим перевоплощениям? Хорошо. Хорошо? Да, такая добренькая. Ну тебе комфортнее самому? Вот в мужском образе или все-таки в женском, когда ты надеваешь боди, стрипы, вот эти вот там парики? В женском, конечно, получше. Потому что в мужском как-то это. Но в России, конечно, в женском таком не выйдешь образе. Ну смотря где. У нас такие люди нетолерантные. Ты вот приехал из Архангельска, правильно же, я понимаю? Да. Вот как там вообще реагируют? И вообще к тебе как относятся? Потому что ты достаточно известная персона там. В Архангельске, ну там люди, по-моему, ну и не гомофоба. Я бы так сказал. Вот. Вообще-то нейтрально относятся мне. Такие добренькие все. То есть не были какие-то ситуации, что ты выходишь в боди, в стрипах и какая-то там, не знаю, агрессия? В своем городе я не выходил еще. А, ты не выходишь в таком образе? А как давно ты начал вообще вот эти перевоплощения эксперимента с внешностью? Ну мне кажется, активно полгода назад, наверное. Потому что год назад я там еще что-то, это, просто так полотенечко накинуть и снять. Или наволочку, да, на голову? Да, или как, ну парик-то просто так. То есть в школе, когда учился, ты еще... Ну я вот начал снимать, когда был в 10-м классе. Одноклассники знали, видели это? Ну у меня там было, я не помню, что-то, 500 подписчиков, такая крутая была. Ну потом я типа, я через уже год прошел, вот в 11-м классе я уже начал совсем хорошо так общаться с девочками в особенности. Потому что они такие добренькие. Извините. А вообще с буллингом сталкивался в школе? Ну да, из-за цвета волос особенно. Чего говорили? Всякую хуйню это, блядь. Скороговорки ваши русские. Рыжий конопатый, угол дедушку лопатой. Да, убил, чё, бубни, да, знаете. Реально я сразу уже понял потом, как нужно работать с такими людьми. Стульчиком, если что, какая-то точка. Вот дай пару советов, потому что очень многие сталкиваются. И это откладывает отпечаток на всю потом дальнейшую жизнь, как бы людей поменят. Молчать вообще лучше не стоит. Так что лучше вообще типа училки сказать, но у нас была... Вот вообще я учился когда в школе в физмат-классе, у нас вообще была ёбнутая училка. Она меня там чё-то булила. Потому что я там люблю отговариваться учителям очень сильно. Потому что у нас вообще училка эта была ёбнутая, она меня там чё-то за вес булила. Ещё за что-то. Про родителей моё говорила. Я думаю, ты ебнутая, блядь, огуречная. У неё фамилия ещё была Огурцова. Вот я смотрю на твои волосы, у меня прям зависть берёт. Во-первых, очень хорошие, густые. Кудри, это очень круто. Ещё такой красивый цвет природный. Сейчас, наверное, наоборот, тебя все завидуют. Скорее, да, чем нет. Кто-то из блогерской тусовки есть, кто-то тебе очень симпатичен, с кем ты дружишь. Или, может быть, хотел бы дружить. Ну, вообще, типа, я основной наборчик, конечно. Я вот дружу с Сашей Тесланд. Саш Тесланд член. Ой. Саш Тесланд Лондон. Арина Недура. А кто ещё? Я забыла. Ну, это вот основные, конечно. Да-да, привет. Передаём привет. Ну, Сар тоже хорошая. Всякие там. Влад Дурак, например. Лиза Барашек. Ну, они такие, типа, все весёленькие, позитивненькие. Я просто не люблю таких нудил всяких, которые реально молчат. Грузят. Да. Говорят, говорят нам что-нибудь. Я люблю так иногда выслушать что-нибудь. Потому что я веселья, выслушая, там советику им поддать. Пиздол. Ну, не постоянно, да? Нитьё. Да. День из-за дня. Такие люди, они любят на уши садиться, мне кажется. Дня раз послушаешь, потом будут приседать. Я тоже люблю так на уши сесть. А, ну не на уши вообще так. Коп с Тесланд денюшки все вымотать. И всё. Пару вариантов сейчас примерим. Ты мне говори, нравится тебе? А материться можно? Можно, конечно. Мне кажется, смотри, вот такой вариант. Нежно, хорошо сочетается с твоими. Мы будем перекликаться. Вот здесь рыженькое немножко оставим. Как тебе такой вариант? Кажется, шмоня какая-то. Шмоня, да? Можно на... Не по-московски, да, как-то? На болото так вот. Ну, в принципе, да, Хэллоуин прошёл. Наверное, что-нибудь сейчас другое ещё посмотрим. Давай, не подведи. Так, мне держать так? Ага. Мы потом твои волосюшки спрячем нормально. Это вообще хорошая такая вот. Давай ещё по пробору посмотрим. А свой пробор какой? Мне кажется, прямой. Да, Саша? У меня так на две стороны. Ну, посередине, да, получается? Ну, тогда можно так оставить, что-то комфортно. Нет. Так, правильно? Наверное, прямой будет всё-таки, кстати, лучше. Либо надо сбоку прям совсем не будет. Ну, этот хорошо, да? Пользуюсь минуткой, пока наш герой переодевается, показать он просто один из наших париков. Смотрите. Вот так вот выглядят наши парики. Точнее, это система замещения волос. Выполнен он из детских южно-русских волос. Волосы очень плотные, концы. Мягкие на ощупь, но тем не менее, они такие вот непористые. Они очень гладкие, густые. Очень хорошие волосы здесь. Изначально волосы были коричневого оттенка. Мы сделали вот такой вот лёгкий шатуш. Эффект выгоревших прядок. Это смотрится ещё естественнее, ещё красивее. Очень модно такое окрашивание сейчас. Обратите внимание, также у этого парика шёлковый пробор, имитация кожи головы. То есть, в любом месте, где бы мы не разделили, будет как кожа головы. И даже если кто-то к вам подойдёт очень близко и заглянет вот так вот, и сомневается, неужели такие роскошные волосы свои, то он убедится, да, свои, потому что очень похоже просто на скальп человека. Парики отличаются конструкцией. То есть, некоторые парики нужно фиксировать, потому что это система замещения волос, чтобы они не слетали, чтобы можно было сделать высокий хвост. А некоторые не нужно, вот как вот этот вот парик. То есть, он не требует дополнительной фиксации, только по вашему желанию. У него конструкция такая изнутри, что вы просто надеваете, и он хорошо сидит. Сзади есть система заколочек и ремешков. Вот такая вот красота. Представляете, как это экономит время? Стоит у вас дома на подставочке, вы надели, и через одну минуту красотка побежала по своим делам на работу, на фотосъемку. Самое главное, что никто никогда не догадается, что это не свои. Я париками занимаюсь уже больше пяти лет, и они очень прочно вошли в мою жизнь. Я вообще себя уже не представляю без таких удобных аксессуаров. У меня огромное множество. Есть накладки, есть парики, есть из фибры, из натуральных волос. И я очень часто меняюсь. Экономлю время, свои волосы, подвергаю минимальным воздействием. Благодаря этому я свои уже отрастила вот такой длины. Это для меня очень много. Не сушу феном, все бережно делаю, не осветляю. Все эксперименты, то, что душа просит, только на изделиях. Помнишь, ты снимал видео в апреле? Покажи вот так. Покажи, как. Как ты вот так вот рукой делал? Вот так. А как? Так, смотри. Готов твой масик. Это дохлая женщина. Почему дохлая? Она сейчас оживет. Смотри, сейчас мы будем на тебя закреплять, и все будет хорошо. Сейчас мы будем фиксировать систему замещения волос. Мы выбрали вот такой темный натуральный цвет. Своих волос достаточно много, очень активный подшерсток. Поэтому мы будем фиксировать ни на скотч, ни на клей, потому что, ну, это просто будет сложнее снимать таким образом, чтобы не вырвать волоски свои. Очень много волос. Поэтому мы фиксируем на вот такой вот гель, стальная охватка. Он очень удобный. Затаил дыхание. Ну, не бойся. Я это не первый раз делаю. Не первый раз. Сотри, за это же не на вашей воле высказали. Саш, ну, что будет через два года? Я, честно, не знаю. А чего бы хотелось? Есть мечты и планы? Живу настоящим. Съемки, может быть, расписаны, какие-то предложения интересные. Я даже не знаю. Она пока что ничего не загадывала, но может, что-то и будет. То есть ты прям реально ситуативна? Ну да. Все последний момент. Я же весы такой. Ну а чего бы самому хотелось? До жизни. До завтрашнего дня хотя бы. Это горячий, мне кажется. Это средний. Саш, терпимо или нет? Да. И смотрите, лайфхак показываю. Нужна лента. Можно, в принципе, использовать любую косынку, шарфик любимый. Зафиксировали себе систему. И буквально за 15 минут до выхода или до фотосессии, что вы делаете? Тань, помоги. А я прям вот так, наверное. Вот так. А вот так не туго. Сейчас будет туго. Ты придержи голову, чтобы я меня оторвала. Вот. Туго? Туго-терпимо? Нормально. Вот. Соответственно, оно нам, во-первых, здесь все сейчас прижмет. Когда мы снимем, будет естественный рост краевой. Саша, ты для своих вот видео, роликов, у бабушки вещи берешь? Нет. Нет? Бабушка на ставках, как я у нее вещи возьму? Выглядят немножко так. Такие трансушно... Трансушно бабушки. Я там, может, она Ольге оставила, а она мне отдает вторую одежду. Я все как хавруши забираю. У меня просто такой был резонанс, когда я увидела твои ногти, то, что ты себе нарастила. То есть ногти, они прям такие были современные, фэшн. А одежда, ну, вот, она немножко резонирует с этим образом. Ты как-то планируешь со стилем своим работать, развиваться в этом направлении? Ну, скорее, да, чем нет. Тебе комфортно, да, в маминых вещах? Ну, они, конечно, такие, не очень. Ну, что-то, да, можно нормально найти. Извините. Ой. А как у тебя с мамой отношения? Они тебя поддерживают? Ну, она хорошая, тайки, можно сказать. Такие подружки с ней. Советуешься? Показываешь ей ролики? Ну, да, спрошу, как ей. Ну, она прям, по-моему, вообще такая раскрепощенная, на любые темы готова общаться. А есть темы табу, которые ты с мамой вот не будешь обсуждать? Нет, на любую тему могу с ней поговорить. На любую тему? А чего скрывать-то? Она тоже ребенок, только взрослый. Я видела вот в основном на видео мама-бабушка, а вот папа? Не, его нельзя снимать. Я тоже не хочу. У меня отчим. Отчим. У меня родной папа, да? Со скольки он с вами живет? С двух лет, что ли? У меня, по-моему. Тоже такой же современный, как мама? Ну, такой, поменьше. Поменьше? Какой-то легенее. Более-менее. Нормально тоже. У тебя прям повисло с семьей? Ну, норм. Ольга рулит ситуацией. То есть, мама главная в семье? Ну, кстати, вы реально. Ольга такая она, командирша. И починит, лампочки вкрутит, обои приклеит. И, кстати, я люблю Шуту, она очень хорошо это все делает. Это такая мастерица соловецкая. Ой. Что это? А если мама скажет, например, не нравится, вот ты что-нибудь там отснимешь, образ, ты будешь выкладывать? Да, я уже так говорила. То есть, ты все равно... Мне без разницы. Главное, мне нравится. Извините. Так. А стрипы у тебя откуда такие? Салика. Салика? Как с размером угадал. А я знал, что нужно либо... Я их взял 43-й, а у меня 44-й. Вот они немножко малы. Ну, так, типа, я в них лизаю нормально. Угу. С первого раза на дело пошел? Ну, да. Так я умею ходить на каблуках. Угу. С винетем. Со скольки ходишь лет? Не помню, когда первый раз ходил, сразу понял, что мое. Это природа такая. Многи болят потом? Ну, да. На такой платформе ходить, извините. Саш, ну что, поиграем? Попробуем. Саша, у тебя такие крутые тиктоки. Вот как ты это делаешь? Вот научи, как ты это делаешь? Все просто. Жопая в косяк. Головой в стену. Отлично. Тогда я сейчас тебе дам телефончик свой и давай-ка сними нам с тобой тикток. Это будет мое задание тебе. Сможешь? Ну, давай. Давай. Что нужно? Вот мой тикток. А какой звук? А, ты же как-то себе делаешь. Все тебе на лодку. Главное, чтобы мы там были вместе. Что? Что? Что еще? У меня, кстати, есть уже идея. Типа стрейт такая. Давай, что надо делать в руководе? Мы вдвоем или ты сначала, а потом я? Нет, там как-то зуб. Тут конец не нужно. Может, камера? Когда водила протянул ау, все мои волки делают. Типа стрейт. Саш, ну скажи честно, хоть на какие-то вопросы были правдивые ответы? Конечно. Потому что я женщина честная, православная. Я, во-первых, мусульманка, еврейка и христианка. Во мне все три крови. Поэтому, если я собру, то убожник мне накажется. Ну, ребят, как смогла. Так что я надеюсь, что вы оцените новый формат, наши старания. Вот мой инстаграм. Екатерина Кавайкает. Подписывайтесь. Пишите мне в директ, кого бы вы хотели увидеть, кого пригласить к нам из участников. Какого блогера, медийное лицо, звезду. Мы сделаем все возможное. Чем больше заявок будет на конкретного персонажа, мы будем связываться и вести переговоры. И вы увидите своих любимых героев на очередном выпуске Размейка. Инстаграмм Саши вписки, если есть еще такие, кто не подписан. Конечно же, наша замечательная система замещения волос и парики. Чудесная локация Кавайкает Вайт. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите наш молодой канал. Очень жду ваши комментарии. Сняли, сука.